Абсолютный рекорд. В Сургуте завтра за парты сядут 6900 первоклассников. Больше всего их будет в лицее имени Хисматулина. В структуре образовательного учреждения откроется новый блок на 900 мест. В общей сложности в два корпуса набрали 18 первых классов. Об этом на брифинге сообщила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина. Всего же день знаний встретят 56 тысяч учеников. Торжественные линейки пройдут только для первых и одиннадцатых классов. Родителям, которые предварительно известили руководителей школ о своем присутствии на празднике, необходимо взять с собой паспорт, маску и перчатки. С полной уверенностью говорим о том, что на сегодня все акты подписаны. Все образовательные организации ждут своих обучающихся. По нашим статистическим прогнозным данным мы ожидали 6,5 тысяч детей, потому что, как всегда, складывается статистика из числа детей, которые покидают дошкольные образовательные организации, это миграционные процессы. Но сегодня мы отмечаем, что ежедневно на портале госуслуг подается порядка 30-50 заявлений не только в первые классы, но и во все остальные классы в образовательные учреждения города Сургута. Директор департамента образования отметила, что обеспечить шаговую доступность ко всем школам города пока не удается. Администрация муниципалитета организует подвоз учеников в три организации – в 20-ю, 15-ю и 32-ю школы. Образовательные учреждения на 100% обеспечены учебниками и пособиями. Сформирован педагогический состав. В ведомстве отметили, что в некоторых организациях пока не хватает преподавателей литературы, русского языка, математики и учителей начальных классов. Наши первоклассники, как и учащиеся первые, пятые, девятые, десятые, одиннадцатые классы, будут учиться в первую смену. Конечно, количество детей, которое сегодня имеется в муниципальной системе в целом, оно уже достигает 56 тысяч человек, приближается к этой цифре. Поэтому количество образовательных организаций, которые сегодня в муниципальной системе имеются, все мы понимаем, что этого недостаточно. И очень радуемся открытию нового объекта, который 1 сентября как раз завтра откроет свои двери.